Стоп, подожди. Что означает это? Исчерпывающая степень. Ну а все-таки, а руками как показать это? Нет, то действительно, ты мне не ответишь? Или ты сразу покажешь? Без слов, да? Не понимаю. А я не понимаю, что ты показываешь этой нотой. Ну-ка. Отлично. А теперь скажи мне, пожалуйста, есть внутренний тяга? Да, есть, но не за счет тяги. Отлично. Ну, у тебя-то в руке это должно быть, и без этого. Да, готово. Молодец. Размер какой? Дверь на два. Вообще, не обманули, я буду на четыре. Нормально. Да как где эти твои два? Подожди. Вот будет таааааа, второй так. Бэмс. А ты раз. Ты не поймешь, что это. А первый как? Тогда и второй так надо подержим на четыре. Понял? Да. Пошли сначала. Так. Два. Вот так. Стоп. Почему ты в паузах, где режимы уже активнее, чем на длинном троте? Понял, да? Давайте третью, третью унесу. Не два. Третий. Пошли. Так. Стоп. А вот теперь смотри. Насколько... Ты, конечно, очень все сделал неплохо, но все равно это безрассудное отношение... Влад, это такая? Не-не-не-не, я не хотел сказать. А сколько ты такой? Конечно, я же у нас полтора. Стоп. Тогда здесь написано, что у нас? Кон бремони был... Кон брио и грандиоуозо амтантин... Ма фьюнебре ми αграбро... ... Cornеби ми алгаш льадобо... Годро и пязанто и Семпре! Потjak всегда немного только… СЕМПРЕ СЕНЦЕ КАМБИО ТЕМПО СИ И так, вернем Ладно, так, так, так Давай Отлично, стоп! А вот теперь сначала Ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Понял, да? Нет, не, стоп! Ну почему ты взял быстрее? Что тебя смущает? Ты думаешь, что сейчас все развалится? Пальня, объясни вам почему Я тебе объясню, что внутреннее наполнение гринных нот является основополагающим для правильного определения темпа и правильного сохранения темпа. В эти... Рязь, а то вы же... Бум! А что дальше делать? Это мне напоминает воспоминание одного из революционеров, соратников Владимира Ильича Алинина. Ночью 26-го октября они не спят и думают, а что же мы теперь дальше будем делать? И есть и другое. Владимир Ильич, 26-го, 27-го октября. Просыпается. Мяденькая голова болит. Что вы делаете? Владимир Ильич, ну вы же вот позавчера в Кайзеровском поезде набрались. Мы приехали на Финляндский вокзал. Вы выскочили в яны. Заскочили в яны. Их что-то закричали. Народ возбудился, побежал в зарезе. И не случилось удовольствия. Ой, как неудобно, Владимир Ильич! Понимаешь? Вот твои вступительные длинные ножки. Понимаешь, Артём? Это всё, я почему говорю? В напряжении в основном всё ла-та-та-та-та-та-та-та. Бэм! Чтобы было. Это всё это тебе нравится? Или быстрее, или медленнее? А спорь. Сдержим? Я сделаю. А ты? Теперь смотри. Доминант севтоккорд. То есть уменьшённый шарта будет. Да. И потом. Это же уменьшённый двойной доминант. Он же какой должен быть? Это же колоссальное движение. Понимаешь? Ну-ка, давай ещё раз. Сначала. Не спеши! Извините, но ведь есть только струнная группа. Да, да. Масштаб жестов должен быть. А вот нам главный дирижер, мой галерия, сейчас совершенно спокойно скажет. Павел Леонидович, блестящий струнник. Лауреат международного конкурса. А вот спроси. Звук надо тянуть обязательно. Струнную звук надо тянуть сначала. Попробуйте, может быть, в басах сыграйте треволу. Сыграйте в этих танках. И в отличие. И в отличие. Правильно. В отличие. Устремлённость. Кокорду. 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 Бесформальности. Не требовалось. Вот так. Помню, этим пьет. Не спеши. Бам-бам-бам-бам-бам. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И тем не менее, смотри, насколько правдиво показаны его сомнениями, терзания души. Понимаешь? Что делать? Сложить в себя полномочия или остаться завоевателем? Понимаешь? И вот это здесь очень ярко показано. А ты там не надо... Это же все, понимаешь, как терзание души. Что может быть страшнее? Самоедство. Немножко голосовое проявлящество. Не, руками не надо. Не надо? Зачем? Ты же не будешь показывать... Знаешь, как иногда в церквях у нас стоит молодой подлячий, То есть показывает... О, чина! И же истина небезе! Зачем это? Ну, у него нет дирижерского образования. Ладно. Мы-то с тобой говорим о том, что... Ты вспомнил выражение Элиса? Что мы не гребцы. А мы кто? Вот! Поручие! Вот! Это уже... Говорили о многом, понимаешь? Поэтому лакоса такие... Ты делай так, чтобы твой руль Вел в нужном направлении Этот замечательный корабль Именно на моем симфоническом оркестре, понимаешь? Давай! Прямо Олега! Олега, да? Это быстро! Стой! Олег, да! Олег, да! Олег, да! Олег, да! Хорошо, посмотри! Я сам! А теперь смотри! Еще удочка Это же! И что тут такая провокация сразу? И вот это движение, оно многое стали поместить. Помимо меня, да? Так. Давай теперь подход к помощи, спасибо. Слава, ты подрезаешь. Ра-та-ти-па-пам. А ты та-та-та-та. Зачем-то? Нет, ничего, ничего. Можно так, можно и так. Но, Артём, ты всё-таки чуть-чуть доробишь. Ла-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Изменения правильно, по-русски? Да. Возьми меня за локтем. За локтем, с внешней стороны, смотри. Знаешь, я кисти оставляю на месте. А вот эти вот акценты, они... Это сопутствующий элемент, сопутствующее снаряжение. Давай не спеши. Молодец. Хорошо. Ничего страшного. Хорошо. Давайте возьмем теперь еще разочек. Три танка. Три танка. Пошли. Почему? А что тебя смущает? Ты хочешь ретенуда? Микро. Ну тогда давайте возьмем два такта, двухобычной партии. Извините. Нет. Раз. Пошел. Нет. А теперь смотри. Вот. Дирижируй просто. Не играйте. Дирижируй в одном темпе. А вот теперь смотри. Вот. Понял? Да понял в чем дело? Обратите внимание, друзья мои. Вы должны превратиться сразу в павлина. Как только у вас чуть крупнее будет аппарат, так сразу же это молниеносный оркестр реагирует на это. Давай прям хвататься до того, который пошел. Смотри какое красивое уменьшение. А теперь если ты будешь использовать эту смену, то у тебя получится. Делай теперь ретендук по вкусу. Не дроби. Теперь смотри, я сделаю. Смотри. Вот смотри. Ну, понял, да? Я переключаюсь потом. Локоть. Кисти. Нет, нет, нет. Уже на половине второй было не так-то низко. Локти больше. Теперь кисти только. Ну-ка. Локоть. Кисти. Не дроби, говорю. Да что ж тебе? Что тебя заставляет это? Не дроби. Так. Локти. Вот так. Теперь еще раз посмотри внимательно за траекторией моего всего плечевого состава. Раз, два, смотри. И все. Я вернул на место локоть, а в то же время управляю только кистью. Ну, попробуй. Давай. Локоть. Кисть. Это очень важно, друзья мои. Посмотрите внимательно. Только правая рука. Пошли. Два как-то. Не играем. Пошли. Раз, два. Смотри. Локоть. А теперь. Вот. Понял? Понял, что нужно? Смотри. Смотри. Вот. Раз. И потом вот такое вот движение. О! Совершенно верно. Понимаете? То есть, к чему я веду? Привлечь внимание именно к той части руки, которая сделает это органично. Понимаешь? Локоть уже не нужен. Все. Хватит. Он сделал свое дело. Пробуем. Два такта. О! Не спеши. Так. Во! Молодец! Хорошо! Спасибо. Не спешишь. Спеши, дорогой мой. Торопишься. Так же. Что? Подожди. Что тебя заставляет не поделать? Почему? Я положительный. Что-то по мне такое вот? Доларит. Вот что-то. Понимаешь? Вот. Получается так. А нужна сдержанность. В тебе есть. Понимаешь, в тебе такая благородная статья. Все это. И ты вдруг вот. Нет. Ведь тебе, наверное, обязательно. Мальчики купили новые сапоги. И вот он. Мама не видит. Он. Не должен. Вот так вот. Чтобы это. Обрызгать всех. Понимаешь? Потому что это интересно. Может быть, вот тебе тоже интересно. Противоречие это показать. Не спеши. Зачем? Опять. Кто, по-твоему, Ториалан? Я имею в виду физическое служение. Он, конечно же, боец. Да. Не просто боец. Он громадина, по-моему. Ведь сколько он сделал для врага. И в то же время, тонкость его души и любовь к матери, к своей семье, она практически поставила его в разряд героев. Потому что он полностью отвернулся от завоевателей. Правильно? И вот это обязательно должно присутствовать. Здесь не двойное дно. А здесь утопленное чувство справедливости и сыновьего долга над азартом завоевателя. Он же не победил был. Правильно, да? И так и было бы, если бы его мать, который он оценил, гораздо выше. И правильно сделал? И так же говорят, что люди, которые меняют фамилии... Так, все, отдыхайте. Следующий ход. Давайте.